22 года назад пасхальное утро в Оптине было омрачено событием, которое поначалу было воспринято как непоправимая чудовищная трагедия. Особенно резало душу, что трагедия оказалась не случайной. Нашелся человек, который хладнокровно задумал и осуществил нелепое по своей сути и страшное по своим последствиям злодеяние. Но прошло время, и жестокая драма пасхального утра 93-го превратилась для всех в источник тихой радости. Трое оптинских иноков легли в сырую землю, чтобы памятью о своей жизни и смерти соединить между собой тысячи христиан, собрать их всех вонокоптинских старцев и еще раз напомнить им о грядущем воскресении мертвых. Ибо в их смерти, такой несвоевременной и, как мы поняли позже, такой нужной, мы словно вопрозреваем грядущую победу пасхального утра над смертной сенью и греховной ночью. И сотни людей, собирающиеся на ежегодные поминовения иеромонаха Василия, иноков Трофима и Ферапонта, взирают на отверстие двери Воскресенской часовни, как на пещеру, из которой должен появиться лазарь. Около их надгробий возникает особое чувство умиления. Мы словно упокаиваемся в мысли, что наши братья, еще недавно ступавшие по оптинским дорожкам, уже завершили свой земной путь, и ничто не может быть добавлено к их жизни, ни хорошее, ни плохое. Отошла вся суета, вся земная муть многозаботливости и лукавых попечений, людское осуждение и похвала, больше ничто не волнует их. Из вечности они взирают на наши согбенные от забот плечи и желают нам благодати, умеряют наши смятения и шлют с неба свои молитвы. С Воскресением Христовым, дорогие братья, что бы стало с вами, остались вы жить, мы не знаем, но точно знаем, что без вашей смерти оптинно бы осиротела.